Кучешвили, я представляю вашему вниманию поединок турнира М1 Челлендж 71 Атила Уэй против Виктора Немкова На ваших экранах небольшое представление бойцов, 31 год Атила Уэй, 29 лет, Виктору Немкову И более подробно нам их представит Йен Фримен 93 килограмма, 29 побед, 7 поражений, 2 ничьи Победитель Гран-при Беллатор в полутяжелом весе Экс-чемпион Беллатор в полутяжелом весе Чемпион Европы по ММА по версии World Free Fight Association Чёрный пояс по кем-по карате Атила Уэй 29 лет, Виктору Немкову 90 килограммов, 187 сантиметров Многократный чемпион по боевому самбо, чемпион мира, чемпион России Чемпион Александр Невский, Россия Представляет клуб имени Александра Невского Виктор Немков 23 победы 6 поражений У Виктора было на тот момент Наставление от рефери Марка Бруэрсона И мы ждем начала Виктор Немков Атила Уэй Атила Уэй известный боец Уже не раз выступавший в рамках турниров М1 Очень мощный Атлетичный Который идет вперед Постоянно прессингует Атакует Он выступал Также и в тяжелом весе Сейчас спустился в полутяжелый И приветствует его здесь Виктор Немков Начинает в своей Любимой манере Виктор работать с дистанции Прощупывать соперника джебом На скачке Ну и мы видим, что Атила Уэй Пока пытается Подловить Виктора Многие уже, конечно, старались это сделать И не у всех получалось С Виктором Немковым Нужно работать первым номером Нужно постоянно прессинговать его Постоянно оказывать давление И тогда, возможно, появится шанс Когда Виктору дают Возможность работать самому То здесь, конечно, ему гораздо легче Пристроиться Найти необходимый ритм Выбрать нужный момент Виктор прекрасно работает Не только в стойке, но и в партере У него отличные навыки грэплинга Отличный контроль позиции Поэтому, конечно, Атила Уэй Нужно быть очень внимательным Поддавливает Атила Уэй Попытался Виктор Немков Сейчас пройти в ноги Но не получилось Атака в голову Снова неудачно Но на этот раз все-таки удается Виктору Немкову соперника Повалить в партер И вот это его стихия Работа в гарде Атакует корпус Виктор Немков Переводит в голову Есть еще несколько ударов Прихватывает снова корпус Виктор Немков Подключает колени Нужно разворачиваться сейчас Атила Уэй Нельзя здесь оставаться Виктор Немков Виктор Немков Просто так захват Не отпустит Он может так вечно Продолжает подсушивать ноги Виктор Немков Ничего не может С этим поделать Атила Уэй Даже толком и защитится Пропускает удары Пропускает удары При этом Марко Бройерсон Дает возможность Россиянину Работать Вот в такой манере Не очень она Возможно Зрелищна Для Зрителей Но крайне Продуктивна Для Виктора Немкова 30 секунд Здесь уже вышел За пределы Рейджа Атила Уэй И по-моему Возвращаться Не планирует Марко Бройерсон Разворачивает Снова Атила Уэя Чтобы вернуть На прежнюю позицию Виктора Немкова Ну и продолжает Гнуть свою линию Россиянин Ничего нового Не придумывает По-прежнему Работает Исключительно Коленями И этот раунд Завершен Ты должен оставаться В пределах Рейджа Говорит Марко Бройерсон Вэйо Ну давайте еще раз Посмотрим Как это было В первом раунде Не дает возможности Сейчас продолжить бой Марко Бройерсон Говорит что необходимо Новая перчатка Атила Уэйо А этот процесс Как известно Небыстрый Нужно развязать Тейп Поменять перчатку Ну что ж Атила Уэй Смеренно ждет Новую перчатку Конечно Это время На восстановление Дополнительное И поединок Продолжается Второй раунд У нас по-прежнему Лоу-кик От Виктора Немкова Сейчас отдает Он пространство Дает возможность Поработать Атилову Самому Виктор Немков Может прекрасно Работать И от соперника Снова Поджимает Канатом Попытка Перевода В партер Атиловы Оказывается Снизу Пытается развернуться Сейчас Атиловы И возможно Даже взять Захват На руку Да Определенно Пытается Вытянуть Ее Но Здесь Конечно Сложно Крайне Это сделать Виктор Немков Подключает Локти Не сказать Что ощутимый урон Несут эти удары В исполнении Виктора Немкова Но Тем не менее Это активность Это работа Первым номером За защиту Еще пока Победы Никто Не давал Вот сейчас Точно в корпус Перевод На голову От Виктора Немкова Теперь Слева Ничего не может Поделать С таким Положением Атиловы Просто Старается Максимально Защититься Ну и стоит Признать Что Виктор Немков Не вкладывается В каждый удар Ему В принципе Это Не свойственно Он Скорее За Изнурительную Работу За то Чтобы максимально Вымотать Соперника И уже В поздних Раундах Если Представится Возможность Провести Какой-либо Прием Или Добить Вот Посмотрите Как сейчас Виктор Немков Исключительно На обозначение Работает Рефери Бойцов Поднимает Стойку Снова Обгizado Раз 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 Ничего нового Виктор Немков не придумывает. 35 секунд до конца второго раунда. По-прежнему переключается с корпуса на голову. Легкими такими ударами работает. При этом удалось ему проконтролировать практически весь раунд. Атилавея в этом положении. Вот здесь попытка на последних секундах забросить ноги на треугольник. Ну, конечно, это уже лишь, чтобы показать хоть какую-то активность. Давайте еще раз посмотрим. Захват шеи со стороны Вэя. Перевод в партер, работа в гарде. Удар навстречу от Виктора Немкова. И поединок возобновляется. Третий заключительный раунд. Попытался здорово сейчас придумать апперкот. Атилавей, и вскользь он прошел. Бросается в ноги Атилавей. Есть захват одной ноги, но сейчас не получилось. Захват корпуса. Призывают оставаться в рейдже. Бойцов не вылезать за пределы. И бросок от Атилавея. Но, тем не менее, неудачное приземление. Оказывается, сам он в невыгодном положении. И уже Виктор Немков в атаке. Бойцов не вылезать за пределы. Вот здесь, конечно, преимущество клетки сразу видно. Оно заключается в том, что там не удастся выбраться за пределы октагона. Здесь все-таки возможность такая существует. Хотя в партере проблему решили. При создании рейджа. Ну и недостатки клетки заключаются в том, что зрителям, которые находятся в зале, им не так уж и хорошо видно сам поединок. Ну посмотрите, есть захват от Виктора Немкова. Достаточно плотный. И не знаю, сумел ли он перекрыть кислород. С этой позиции, к сожалению, не видно. Но тем не менее, скрутка хорошая. Забрасывает сейчас Виктор Немков ногу на шею соперника. Пытается одновременно вытянуть руку. Есть очень плотный захват. Итак, последняя минута третьего раунда. И по-прежнему очень плотная, вязкая борьба. На конвасе изменить какую-то позицию не удается. Хотя сейчас пытается выйти на боковой контроль. Атила Вэй освобождается. Нанес несколько хаммерфистов. Но все по защите. Хотя вот эта концовка, она, конечно, на руку Атила Вэйова. Вряд ли этот эпизод станет решающим для судьи. Но, тем не менее, по крайней мере, боец показывает нам свой характер. Что он не сдается до последнего. Что у него все еще остается шанс на победу. И поединок завершен. Решение. Единогласно. Виктор Немков признается победителем. Редактор субтитров А.Семкин